За созданием своих изделий дизайнер Юлия Мелехова, которая уже более 25 лет работает в сфере легкой промышленности, следит строго. Только надежная фурнитура и, самое главное, качественная ткань. Говорит, в Чите больше любят классику – лен или хлопок. Именно поэтому материал для своих изделий девушка заказывает из Иваново. Там можно найти самые необычные образцы. К примеру, вот эта сумка выполнена из гобелена. Обратите внимание, символика ссылает к гербу Забайкальского края. Этот принт называется «Туаль-де-Жуи». Также в нашей студии мы учим шить, в нашей школе мы учим шить эспадрильи. Это итальянская обувь ручной работы. Такие сумочки кросс-боди выполнила наша ученица на мастер-классе. За машинку в школе шитья садятся и просто для души, и для того, чтобы создать наряд исключительно по своей фигуре. Елена Сверидова пришла исполнять свою мечту детства. На девушке образ, который она продумала полностью сама. Классическое платье-комбинация и рубашка в трендовом принте «Леопард». Шить мечтала научиться с детства. Это моя такая давняя мечта. И в детстве я очень много делала руками, что-то там вышивала, пришивала. И вот как-то уже в осознанном возрасте, покинув свою профессию юриста, я наткнулась в ныне запрещенной сети на рекламу школы шитья номер один. Я пришла и просто с головой погрузилась во все это великолепие. Создать платье или модный аксессуар легко. Начинающая мастерица тратит в среднем два дня на пошив той же сумки, а с опытом, который приходит очень быстро, ее можно изготовить уже за шесть часов. Когда предприниматель выходит на большой рынок, он может столкнуться с одной из самых очевидных проблем – кадры. В Забайкалье их не хватает. Проблема в том, что у нас в городе Чита нет, кроме колледжей, высшего образования швейного. Поэтому в основном все сосредоточено в Ивановской области, все университеты, где конструкторов, технологов обучают. И плюс практики тоже нужно проходить. Должны быть швейные предприятия, у нас их достаточно в большом дефиците. Несмотря на это, легкая промышленность в регионе развивается. Пока идем медленными, но верными шагами, говорит Юлия. Фестиваль забайкальской моды «Мой бизнес-фэшн-фест», который прошел в столице совсем недавно, дал шанс представителям швейной отрасли показать себя, набраться и обменяться опытом, а также взглянуть на моду с другой стороны. Помогают развиваться текстильные индустрии и забайкальские власти. В Забайкальском крае нашим фондом развития промышленности оказана поддержка 10 предприятиям легкой промышленности из Читы и двум предприятиям из районов края. Производства появились благодаря государственной поддержке. Оказываются также услуги по продвижению продукции и сертификации. Будущий предприниматель может получить поддержку на открытие собственного бизнеса в виде льготных займов. Для этого необходимо обратиться в Министерство экономики региона или Фонд развития промышленности Забайкальского края. Анна Бородина, Владимир Николаев, РТК «Забайкалье».